Всем привет, меня зовут Алексей, я делаю ClickHouse. Так же, как и вы, я постоянно выполняю в нем всякие интересные запросы. И каждый раз меня волнует не только результат, но и то, что этот запрос делает. Ну, например, я выполняю запрос, он работает одну секунду. Много это или мало? Я всегда думаю, а почему не полчаса? Хочу, чтобы было полсекунды. А потом, например, я так беру, что-нибудь оптимизирую, все ускоряю, и он работает 10 миллисекунд. Я, конечно, доволен обычно. Но я все-таки стараюсь в этом случае сделать такое недовольное выражение лица и спросить, почему не 5 миллисекунд? И вот как можно выяснить, на что тратится время при обработке запроса? Можно ли его, в принципе, сделать быстрее? И, конечно, для этого я мог бы воспользоваться вот этим вот барабаном. Правда, это не мой барабан, поэтому не очень хорошо будет. Но на самом деле скорость выполнения запросов — это… Не, не надо, спасибо. Это обычно просто арифметика. То есть вот мы написали код, мы написали его оптимально, наверное. И в системе у нас есть некоторые устройства. И у этих устройств есть технические характеристики. Ну, например, скорость чтения из L1 кэша. Мы это все знаем. Или, скажем, количество случайных чтений, которые может делать SSD. И нам нужно взять эти характеристики, сложить, вычесть, умножить, поделить, и потом свериться с ответом. Ну, это в идеальном случае, а такого почти не бывает. Почти, на самом деле, в клихаусе такое иногда бывает. Так вот, рассмотрим всякие тривиальные факты по поводу того, какие устройства и какие ресурсы у нас есть в наших серверах. Процессор, память, диск, сеть. Я специально упорядочил эти ресурсы таким образом, начиная от самых, так сказать, простых и удобных для рассмотрения и для оптимизации, и заканчивая самыми неудобными и сложными. Например, я выполняю запрос, и я вижу, что моя программа вроде бы упирается в CPU. Это что значит? Это значит, я найду там какой-нибудь внутренний цикл, какую-нибудь функцию, которая чаще всего выполняется, перепишу код, перекомпилирую, и раз, моя программа работает быстрее. Если у меня тратится слишком много оперативки, уже чуть-чуть сложнее. Нужно перепродумать структуру данных, там битики какие-то, ужать. Но в любом случае я перезапускаю мою программу, она тратит меньше оперативки. Правда, зачастую это в ущерб процессору. Если у меня диски, все упирается в диски, то это уже сложнее, потому что я могу изменить структуру данных на диске, но придется эти данные потом переконвертировать. Если я сделаю новый релиз, придется людям делать какую-то миграцию данных. То есть получается диск уже существенно сложнее, лучше думать об этом заранее. Ну а сеть, я вообще очень не люблю сеть, потому что зачастую абсолютно непонятно, что в ней происходит. Особенно если эта сеть между континентами, между дата-центрами, там что-то тормозит, это даже не ваша сеть. Это не ваш сервер, и вы с этим ничего не можете сделать. Единственное, что вы можете сделать, это просто заранее продумать, как будут передаваться данные и как минимизировать взаимодействие по сети. Ну и, разумеется, бывает, что ни один ресурс в системе не утилизирован, а программа просто чего-то ждет. И на самом деле это очень частый случай, потому что система у нас распределенная, да и всяких там процессов, потоков может быть много, обязательно какой-то ждет другого, и все это нужно друг с другом как-то увязать, чтобы правильно рассматривать. Итак, самое простое, что можно сделать, это просто посмотреть на утилизацию ресурсов, какую-то численную величину. Например, вы запускаете там какой-то топ, и он пишет процессор 100%, или запускайте иостат, он пишет диски 100%. Правда, зачастую этого недостаточно. То есть один человек, он увидит, программа упирается в диски. Что там можно сделать? Можно просто отметить это и пойти отдыхать, что все, ничего нельзя оптимизировать. Но на самом деле каждое из устройств, оно внутри себя довольно сложное. То есть у процессора там куча вычислительных устройств для разных видов операций. У дисков там у вас может быть рейд-массив, если SSD, то там внутри свой процессор, свой контроллер, который делает непонятно что. И просто одной величины там 50% или 100% это недостаточно. То есть основное правило. Вы видите, что какой-то ресурс утилизирован на 100%, но не надо сдаваться. Все равно можно что-то улучшить зачастую. Но бывает и наоборот. Например, вы видите, что на 50% утилизировано, но ничего сделать не удастся. Давайте рассмотрим это подробнее. Итак, самый простой, удобный ресурс — это процессор. Вот вы смотрите топ, и там, например, написано, что процессор 100%. Но стоит иметь в виду, на самом деле это не процессор 100%, это программа топ, она как бы не знает вообще, что делает процессор. Она смотрит с точки зрения планировщика операционной системы. То есть он сейчас, какой-то поток программы выполняется на процессоре. Процессор что-то делает, и в этом случае будет показано 100%, если это за какое-то время усреднено. Но в это время процессор что-то делает, но непонятно, насколько эффективно. Он может выполнять разное количество инструкций за такт. Если мало инструкций, то сам процессор может что-то ждать. Например, ждать загрузки данных из памяти. При этом просто в топе будет отображаться все то же самое. 100% мы как бы ожидаем, пока процессор выполняет наши инструкции. А что он там внутри делает, это не ясно. Ну и, наконец, бывают просто грабли, когда вы думаете, что ваша программа упирается в процессор, это действительно так, но у процессора почему-то понижена частота. И тут может быть много причин. Одна причина там перегрев, другая причина — ограничение мощности. И бывает такое почему-то в дата-центре ограничение мощности по питанию. Или просто включено энергосбережение. Тогда процессор будет переключаться постоянно с более высокой частоты на более низкую. Но если у вас нагрузка непостоянная, то этого будет недостаточно, и в среднем код, получается, будет выполняться медленнее. Если вас интересует настоящая частота процессора, смотрите TurboStat. Если хотите проверить, не было ли там перегрева, смотрите Domesk. И если там что-то было, там будет написано, что перегрев частота понижена. Если интересует, сколько внутри было кэш-промахов, сколько инструкций за такт выполняется, смотрите, используйте PERF. Это PERF-рекорд. Записывайте какой-то сэмпл того, как выполняется программа, и дальше можно будет это посмотреть с помощью PERF-стат или PERF-репорт. И наоборот. Допустим, вы смотрите в топ, и процессор утилизирован менее чем на 50%. Но вполне возможно, что у вас, допустим, система виртуальных процессорных ядер 32, а физических в два раза меньше, 16. На процессорах Intel так и есть, потому что гипертрейдинг двухуровневый. Но это не значит, что эти дополнительные ядра бесполезны. Все зависит от нагрузки. Скажем, если у вас хорошо оптимизированные операции какой-нибудь линейной алгебры, или вы вычисляете хэши для майнинга биткоинов, тогда у вас код будет такой четкий, там будет выполняться много инструкций за такт, кэш-промахов не будет, бренч миспредикшенов тоже не будет, и гипертрейдинг никак не помогает. Гипертрейдинг помогает, когда у вас одно ядро чего-то ждет, и в то же самое время другое ядро может выполнять инструкции другого потока. Если рассматривать кликхаус, то там есть и та, и другая ситуация. Скажем, когда мы делаем агрегацию данных, грубо, бай, или фильтрацию по множеству, то есть in subquery, то у нас будет хэш-таблица. Если хэш-таблица не помещается в процессорный кэш, будут кэш-промахи. И этого почти никак не избежать. В этом случае гипертрейдинг будет помогать. По умолчанию кликхаус использует только физические процессорные ядра, то есть без учета гипертрейдинга. Если вы знаете то, что ваш запрос может получить преимущество от гипертрейдинга, просто увеличите количество потоков в два раза. Set max threads равно 32, и ваш запрос будет выполняться быстрее. Ну и, конечно, есть такая ситуация, когда процессор прекрасно используется, но вы смотрите на график, а график у вас, например, 5-минутный в худшем случае. Да и даже если 1-секундный, все равно там какая-то усредненная величина, и получается вы там увидите, например, 10%. Но на самом деле у вас были запросы постоянно, они выполняются быстро, там за 100 миллисекунд каждую секунду, и это нормально, потому что кликхаус старается выполнить запрос настолько быстро, насколько возможно. И вовсе не старается целиком, на постоянное время использовать и перегревать ваши процессоры. Давайте рассмотрим подробнее. Вот уже, может быть, немножко сложный вариант. Есть запрос с выражением что-то там in subquery. Внутри под запросу у нас 100 миллионов, вроде бы я правильно прочитал, надеюсь, вы тоже можете это прочитать, 100 миллионов случайных чисел. И мы просто по этому результату фильтруем. Смотрим такую картину. Кстати, кто скажет, что за такой инструмент, с помощью которого я смотрю эту замечательную картину? Абсолютно верно, PERF. И я очень рад, что вы это знаете. И вот я, значит, открыл PERF. И я думаю, что я сейчас все пойму. Открываю семблерный листинг. И там у меня написано, как часто выполнение программы было на определенной инструкции. То есть как часто там был instruction pointer. Здесь числа в процентах. И написано, что почти 90% выполнялась инструкция тест и регистр EDX, регистр EDX. То есть проверка 4 байт на 0. Спрашивается, почему процессор может так много времени выполнять инструкцию, просто сравнить 4 байта с нулем? Кто знает? Да ну. Да нет тут никакого остатка отделения. Тут битовые сдвиги, потом CRC32Q, инструкция есть. Но на ней вообще instruction pointer никогда не бывает. Нет генерации случайных чисел. Тут вообще в этом листинге нет. Там отдельная была функция, и она очень хорошо оптимизирована. Она не тормозит. Здесь кое-что тормозит. Выполнение кода как бы останавливается на этой инструкции и тратит там кучу времени. Ну еще хотя бы один человек. Кто знает? Idle loop. Не, зачем мне вставлять там эти лупы? Тем более, если бы я вставил просто idle loop, это было бы тоже видно как-нибудь в перфе. Да тут нет никакого деления на ноль, тут просто сравнение с нулем. Значит, причина… О, наконец-то! Вот я постараюсь вас запомнить, что вы ответили на этот вопрос. Значит, ответ я расскажу подробнее. У процессора есть конвейер, он может выполнять несколько инструкций параллельно, и когда instruction pointer в каком-то месте, это вовсе не значит, что он выполняет именно эту инструкцию. Может быть, он ждет каких-то других инструкций, которые были чуть-чуть до этого. А до этого мы… Вот у нас есть хэштаблица для проверки того, что какое-то число в каком-то множестве. И для этого мы делаем lookup в памяти. Когда мы делаем lookup в памяти, это у нас кэш-промах, потому что хэштаблица содержит 100 миллионов чисел. Она ни в какой кэш гарантированно не помещается. И так получается, что для выполнения вот этой инструкции проверки на ноль должно быть, чтобы эти данные уже были загружены из памяти. А мы ждем, пока они будут загружены из памяти. Так что поздравляю, абсолютно верный ответ. Спасибо. Теперь следующий ресурс, чуть более сложный, диски. Ну, дисками иногда также называют SSD, хотя это не совсем корректно. И в этом примере тоже SSD будет включено. Мы открываем, например, Eostad. Он показывает утилизацию 100%. Вот такое небольшое отступление часто бывает. На разных конференциях ходит докладчик на сцену и говорит, так с таким пафосом, базы данных всегда упираются в диск, поэтому мы сделали in-memory базу данных. Она не будет тормозить. Вот если к вам подходит человек и так говорит, можете смело его посылать. Если какие-то проблемы будут, скажите, что я разрешил. Так вот, допустим, действительно, программа упирается в диски, утилизация 100%, но это, конечно, не значит, что мы используем диски оптимально. Типичный пример — это просто много случайного доступа. Но даже если доступ последовательный, вы просто последовательно читаете файл, но все равно это может быть более или менее оптимально. Ну, например, у вас RAID-массив, там несколько устройств, скажем, там 8 дисков, и вы просто читаете последовательно, но без read-ahead и с размером буфера 1 мегабайт, а размер чанка в вашем страйпе в RAID-е тоже, допустим, 1 мегабайт. И тогда получится, что каждое чтение, которое у вас есть, оно будет с одного устройства. Или если не выровняно, то с двух устройств, и там куда-нибудь пойдет полмегабайта, куда-нибудь еще полмегабайта. И так диски будут по очереди использоваться. То один диск, то другой, то третий. Значит, что нужно? Чтобы был read-ahead. Или если у вас полдирект, то ставьте больше размер буфера. То есть правило такое 8 дисков, размер чанка 1 мегабайт. Ставьте размер буфера минимум 8 мегабайт. Но это будет работать оптимально, только если чтения выровнены. А если не выровнены, там будут вначале кусочки лишние, и надо побольше поставить. То есть домножаете еще на несколько. Или, например, у вас RAID-10. А с какой скоростью можно читать с RAID-10, допустим, из 8 дисков? Какое будет преимущество? Четырехкратное, потому что там есть Mirror, или восьмикратное? На самом деле это зависит от того, каким образом этот RAID создан, с каким расположением чанков в страйпах. Если вы используете MD-ADAM в Linux, там можно задать NearLayout и FarLayout. Причем Near лучше для записи, FarLayout лучше для чтения. Я всегда рекомендую использовать именно FarLayout, потому что для аналитической базы данных, пусть даже там намного больше записей, чем чтения, но когда вы делаете запись, обычно это не так критично по времени, это делать с каким-то фоновым процессом. Но когда вы делаете чтение, нужно сделать чтение как можно быстрее, настолько быстро, насколько это возможно. Так что лучше оптимизировать RAID для чтения, то есть выставить FarLayout. И вот как назло в Linux, в MD-ADAM по умолчанию он вам создаст с NearLayout, и вы получите только половину производительности. И таких граблей на самом деле очень много. Или, скажем, еще одни ужасные грабли, это RAID 5 или RAID 6, и там он, значит, хорошо масштабируется по последовательным чтениям, хорошо масштабируется по последовательным записям, то есть RAID 5 будет, это кратность, там будет количество устройств, минус 1. Хорошо масштабируется даже по случайным чтениям, но плохо масштабируется по случайным записям. Делаете запись в одно место какое-нибудь, и вам нужно прочитать со всех остальных дисков данные и поксорить их, и записать в другое место. Для этого используется некий кэш страйпов, и вот ужасные грабли. В Linux он по умолчанию такой, что вы создаете 5 RAID, и он у вас будет тормозить. И вы будете думать, что 5 RAID всегда тормозит, потому что это ведь и так понятно, да? Но на самом деле просто неправильная настройка. Или вот еще один пример. Вы делаете чтение с SSD, и вы купили себе такой хороший SSD, там в спецификации написано 300 тысяч случайных чтений в секунду, а у вас что-то не получается. И вы думаете, да врут они все в спецификациях своих. Не бывает такого. Но на самом деле просто все эти чтения надо делать параллельно, с максимальной степенью параллелизма. И единственный способ сделать это достаточно оптимально, это использовать асинхронный вот вывод, который реализуется с помощью системных вызовов IOSubmit, IOSgetEvent, IOSetup и так далее. И, кстати, данные на диске, если вы храните, всегда надо сжимать. Я приведу один пример из практики. Один человек обратился к нам в чат поддержки клихауса и говорит, вот клихаус сжимает данные, я смотрю, он упирается в процессор. У меня очень быстрые диски SSD NVMe, там скорость чтения, несколько гигабайт в секунду. Можно ли в клихаусе как-то отключить сжатие? Я ему говорю, нет, никак нельзя отключить сжатие. Я точно знаю, вам нужно, чтобы данные хранились сжатыми. Он говорит, ну давайте я там законтрибьючу, просто будет другой как бы алгоритм сжатия, который ничего не делает. Но оп. Я говорю, да, легко вот в эту строчку кода писать вот эти буквы. Вот, короче, через день он говорит, да, действительно, все очень просто. Я сделал. И я спрашиваю, насколько изменилась производительность. Он сначала ничего не ответил, а потом через день говорит, извините, не удалось протестировать, потому что данных стало слишком много. И они теперь не помещаются на SSD. Давайте теперь посмотрим, как может выглядеть то, как вы читаете с диска. Запускаем distat. Он показывает какую-то скорость чтения. Вот столбец read, 300 мегабайт в секунду. Мы читаем с дисков. Много это или мало? Я не знаю. Теперь я запускаю iostat, чтобы это проверить. И тут видно разбивка по устройствам. У меня есть RAID, это MD2, и 8 жестких дисков. У каждого из них утилизация показана. Она даже не доходит до 100%, где-то 60-50%. Но самое главное, с каждого диска я читаю всего лишь 20-30 мегабайт в секунду. А я, между прочим, еще с детства запомнил такое правило, что с диска можно читать где-то 100 мегабайт в секунду. Почему-то это до сих пор почти не изменилось. И вот сейчас мы проверим, правда это или неправда, что должно быть ведь 100 мегабайт в секунду или больше с каждого диска. Вот другой пример. Теперь чтение более оптимальное. Я запускаю iostat, и у меня с этого RAID 5, между прочим, из 8 дисков читается почти гигабайт в секунду. Очень круто. И что же показывает iostat? Да, почти гигабайт в секунду. Теперь, наконец-то, диски загружены. На 100%, правда, почему-то 2, на 100%, а остальные на 95%. Наверное, они немножечко все-таки разные. Но с каждого из них я читаю 150 мегабайт в секунду. То есть даже еще круче, чем может быть. И в чем же разница? Разница как раз в том, что в первом случае я читал с недостаточным размером буфера. Недостаточными кусочками. Ну, все просто. Это тривиальные прописные истины. Я вам рассказываю. Кстати, если вы думаете, что данные все-таки не нужно сжимать для аналитической базы данных, то есть доклад на конференции Hello at Plus Plus Сибирь. Вот организаторы решили такие самые хардкорные доклады в Новосибирске сделать. Если будет время, можно будет посмотреть. Теперь следующий пример — это память. Прописные истины. Во-первых, в Linux никогда не смотрите, что показывает Free. Для тех, кто смотрит, специально создали сайт linux8myram.com. Заходите, там будет разъяснение. Потом на количество виртуальной памяти тоже смотреть не нужно, потому что какая разница, сколько адресного пространства выделила программа. Смотрите на то, сколько именно физической памяти. И, скажем, еще одни такие грабли, которые даже непонятно, как с ними бороться, но запомните, это нормально. То, что аллокаторы зачастую не любят отдавать память системе. Они сделали mmap, а munmap уже не делают. Память систем не вернется, программа думает, я лучше знаю, как я буду использовать эту память. Оставлю-ка я ее себе. Потому что системные вызовы mmap и munmap, они довольно медленные. Изменение адресного пространства, сброс TLB кэшей у процессора. И лучше этого не делать. Впрочем, в операционной системе все-таки есть возможность освобождать память правильно с помощью системного вызова mAdvice. Адресное пространство останется, но физически память может быть выгружена. И, конечно, никогда не включайте swap на production server с базами данных. Вы думаете, ну не хватает памяти, включу swap. После этого запрос просто перестанет работать. Он будет трешиться бесконечное время. Это не поможет. Ну и с сетью тоже грабли типичные. Скажем, если вы каждый раз создаете TCP соединение, то требуется некоторое время перед тем, как там будет выбран правильный размер окна. Потому что TCP протокол не знает, с какой скоростью надо будет передавать данные. Он к этому адаптируется. Или, скажем, вы передаете файл, а у вас в сети большая латенси и потеря пакетов еще приличная. В этом случае вообще не очевидно, правильно ли использовать TCP для передачи файлов. И я думаю, что неправильно, потому что TCP гарантирует последовательность. А с другой стороны, вы могли бы передать половину файла одну и половину другую одновременно. Использовать, по крайней мере, несколько TCP соединений или вообще не использовать TCP для передачи данных. Скажем, когда вы качаете данные, фильмы и сериалы торрентами, то там TCP нет. И, конечно, данные нужно сжимать. Ну, я не знаю, если у вас в пределах стойки 100 гигабит сеть, то можно не сжимать, пожалуйста. Но если у вас там 10 гигабит, но между дата-центрами, особенно между там Европой и США, кто знает, как эти ваши байты будут под океаном там ползать? Сжимайте их, пусть они ползают как-то меньше байт. Вот эту картинку все видели? Отлично. А поднимите руки. Кто видел? Ползало неплохо. Так что я спешу вас обрадовать, если ваша система все тормозит, вот, все инструменты у вас есть. Вы начнете их использовать, начнете разбираться с вашей проблемой и, как правило, обнаружите еще 10 других проблем. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы занять вас на очень долгое время. Но, если коротко, есть некоторая база, когда вам говорят, что-то не так, вы заходите на сервер и вот запускаете подряд все эти инструменты. Из них, например, особенно можно отметить, EOTOP показывает по процессам, сколько каждый реально читает и пишет на диске. Сколько там EOPs-ов. но даже в таких инструментах простых как EOTOP есть некоторые маленькие хитрости, о которых не каждый знает. Давайте посмотрим. Вот на production сервере я запускаю EOTOP. Он показывает clickhouse сервер, там используют сколько-то процессора, сколько-то процессорных ядер, но я не знаю, что происходит внутри. Но я могу нажать shift-h, если я правильно помню, и он покажет разбивку по потокам. И чтобы вам было удобнее, в clickhouse потоки поименованы. Вот есть parallel parallel inputs prots. Это значит параллельная обработка запросов. Или вот beggar prots pull. Это значит мерджи или скачивание данных для репликации. То есть теперь уже более понятно, на что тратятся отдельные процессорные ядра, что делают отдельные потоки. Да, почему имена такие дурацкие? Beggar prots pull. Если вы читали исходники clickhouse, вы знаете, что я такое не люблю. Я всегда напишу background processing pull. По-нормальному. Но тут вот такие дурацкие имена, потому что максимум можно 15 байт. А почему максимум 15 байт? Потому что это 16 минус 1, где 1 это нулевой байт. А почему максимум 16? Я не знаю, но мне почему-то представляется так, что разработчики ядра Linux это такие крепкие профессионалы бородатые, которые думают 16 байт так лучше. Вот другой пример с использованием замечательной программы ClickHouse Benchmark. Она входит в обычную поставку вместе с ClickHouse клиентом. И на самом деле это не отдельный бинарик, это тот же ClickHouse клиент, только Simlink на него. С помощью него можно взять какую-нибудь ленту запросов или один запрос и устроить нагрузочное тестирование. Он будет выполнять эти запросы с использованием фиксированного количества соединений непрерывно и выводить статистику. Вот я беру простой запрос запускаю ClickHouse Benchmark. Он пишет сколько запросов в секунду, какие перцентили выполнения, сколько строчек в секунду обрабатывается и скорость чтения данных после разжатия в мегабайтах в секунду. Я обычно его использую вместе с перфтопом. Я захожу в перфтоп и вот у меня разбивка по функциям. И тут видно, что в начале хэш-таблицы вставка в некий хэш-сет для подсчета именно функции Unique. Unique с хэш-сет и агрегация. Я могу зайти внутрь, посмотреть ассемблерный листинг и обычно там ничего абсолютно непонятно. Но развлечение хорошее. Хотя вот, например, вызов функции по указателю был. Но я на самом деле хотел другое, посмотреть вставку в хэш-таблицу. Итак, я смотрю и тут есть умножение целочисленные, битовые сдвиги, ксор и какие-то константы длинные. Что это такое? Кто-нибудь знает? Умножение на какие-то константы, битовые сдвиги. Что? Вычисление хэш-функции. То есть в принципе я мог бы поставить туда какую-нибудь более простую хэш-функцию. Единственная проблема, я не могу это сделать, потому что вот именно в этом куске кода это чуть ли не самая простая хэш-функция, которая может быть. Я мог бы поставить туда, скажем, CRC32Q, но проблема в том, что в других местах в коде она уже используется, и если я поставлю ее еще сюда, будет нежелательная корреляция друг с другом хэш-функции, которая приведет к чудовищным коллизиям в хэш-таблице и замедлению программы. Посмотрим дальше. Вот я тут рассказывал про всякие ресурсы, но все это было применимо не только к кликхаусу. Вы можете для любой другой базы данных те же самые правила использовать, смотреть, что происходит внутри, но я хочу смотреть чисто про кликхаус. И начнем с самой такой базовой вещи. Чтобы посмотреть, какие запросы выполняются, никаких сюрпризов, просто набирайте шоу-процесс-лист, просто понятно. Это то же самое, что select from system processes. Там куча столбцов со всякими системными метриками, там потребление памяти, чтение, сколько байт читалось. Можно даже изобразить простой кликхаус топ. А что вообще делает кликхаус внутри, базово это две вещи. Выполнение запросов и бэкграунд операции. Бэкграунд операции это в основном мерджи. Если интересует, какие мерджи выполняются, просто смотрим select, звездочка from system merges. Посмотрим, как это выглядит. Вот production сервер. Я запускаю магическую команду. И, пожалуйста, кликхаус топ. Это реальные пользователи реального сервера аналитического. Тут у них некоторые запросы выполняются о ужас больше минуты. Кажется, мне надо остановиться и пойти их оптимизировать. Какой-то трав тестинг. Кто это? Но на самом деле эти запросы довольно сильно урезаны по ресурсам специально, чтобы аналитики не мешали интерактивным запросам. Такое, конечно, в кликхаусе можно легко обеспечить. Ладно, хватит на это смотреть. Идем дальше. Недостаточно только смотреть, что происходит в настоящий момент времени. Допустим, у вас были проблемы, все вообще нагнулось, загнулось, и вам нужно понять, что было в этот момент. Для этого достаточно просто включить query log. По умолчанию он выключен исключительно ради того, чтобы вы не беспокоились о том, что вы из какого-то сервера только читаете, делаете селекты, но все равно какие-то таблицы записываются. Но нет никаких проблем, чтобы включить его на продакшене везде по умолчанию и на наших продакшен серверах query log в обязательном порядке включен. Но если хотите отдельно, можно и на сессию на запрос включать. И каждый запрос логируется два раза, когда начал выполняться и когда закончил. если интересует, что происходит с кусками данных, там мерджи, инсерты, скачивание с реплик, есть системная таблица part log. Ее можно включить в конфигурационном файле, и она тоже по умолчанию выключена. с помощью query log как раз очень удобно его использовать вместе с clickhouse benchmark. Вы берете и делаете select прямо ленты запросов, какие у вас были, а потом отправляете ее в stdin в clickhouse benchmark. Или, скажем, очень удобно по query log найти какой-нибудь первый тяжелый запрос, после которого система стала работать недостаточно хорошо. И зачастую вам нужно все-таки прямо сейчас посмотреть. Вот прямо сейчас вы хотите выполнить запрос, но непонятно, что он делает. Для этого есть возможность трассировки запросов. Появилось недавно, наверное, пару месяцев назад. Просто выставляете в клиенте send logs level trace, и вы получите логи выполнения всех серверов, участвующих в обработке запроса. Посмотрим, как это выглядит. Надеюсь, тут что-нибудь видно. Вот запрос выполняется, но быстро доходит до 98%. Я хочу понять, вот что он делает в эти оставшиеся моменты времени. Это очень просто. Я набираю send logs level начинаю выполнять, и выводится куча какого-то мусора. Но наконец-то видно merging aggregated data. Я успел заметить. И именно это он делает в оставшийся 1% времени. Итак, раньше вы об этом даже не думали, теперь все это понятно. А еще в этом логе выводится идентификатор запроса, и его можно использовать, чтобы найти его прямо в query log. Давайте посмотрим. Select from system query log. Вот это вот запроса. Две записи. Правда, теперь трассировка лишняя, я ее отключу. Да, две записи. И теперь выберу, а что вообще в этом query log есть. Итак, выбрал, и тут всякие метрики выполнения запроса, типа количество раз, когда файлы были открыты, количество сжатых блоков, количество попаданий в кэш засечек, ну, все такое. И значит, есть некоторые щечки ресурсов прямо внутри кликхауса. Во-первых, они собираются глобально для всех запросов и доступны в таблицах систем events, metrics и asynchronous metrics. Events — это просто инкрементальные щечки, типа сколько раз были открыты файлы? Сто раз. Или сколько раз, сколько запросов было выполнено с момента старта программы? 10 штук. А System metrics — это количество одновременных событий прямо сейчас. Например, прямо сейчас одновременно выполняется 10 запросов, которые используют в сумме 10 гигабайт памяти. А System Asynchronous Metrics я, кстати, назвал эту таблицу так из вредности, потому что очень сложно набирать. Ну, ничего. Я как бы принципиальный, так что сейчас из вредности каждый раз набираю это с трудом. Это те метрики, которые просто с какой-то периодичностью собираются, скажем, раз в минуту. И все эти счетчики, они доступны не только глобально, но и на каждый запрос. То есть смотрите Show Process List, и там есть счетчики для конкретного запроса. Смотрите Query Log, и там тоже для тех запросов, которые выполнились, будут эти счетчики. Посмотрим, какие они есть. Они есть те, которые собирают сама программа, например, количество открытий файлов. Ведь мы же знаем, когда мы открываем файл, и именно в этот момент счетчик инкрементируем. А есть те, которые собираются из ядра Linux. Гораздо более продвинутые это то, что ядро Linux думает про нашу программу. Честно говоря, я даже не хочу думать, что оно думает про нас. но оно тем не менее считает, сколько мы прочитали байт, и тут есть совершенно разные метрики. Вот, скажем, OS read chars и OS read bytes. Чем они отличаются? Первое, это то, сколько мы прочитали байт с файловой системы, причем часть этих байт могла быть прочитана из кэша и реально с диска не читалось. А второе, это то, сколько по-настоящему байт было прочитано с блочных устройств. Дело в том, что операционная система старается реализовать кэш максимально прозрачно, чтобы мы просто читали из файлов и не знали, откуда оно читается. Но, к счастью, все-таки из ядра можно напрямую получить более подробные метрики, которые нам просто так не дают, просто так мы об этом не знаем. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, выполняем какой-то запрос, выполняем вроде ничего, почти 40 миллионов строк в секунду, 6,7 секунды, ну, нормально. Теперь, кстати, эти данные фейковые, я их специально испортил. Выглядит, конечно, странно. Выполняем то же самое второй раз и теперь всего лишь 1,3 секунды. Это во сколько? В 5 раз меньше? Ответ почему очевиден. Я думаю, для всех, потому что второй раз использовался page cache. Но как мы это можем понять из наших счетчиков? Для этого выполним такой запрос, он не очень простой, если что, потом сделайте скриншот. И вот все наши метрики первого запроса. Там, например, было написано, что при выполнении запроса был выполнен один запрос. Какая-то тупизна, но оно есть для полноты. Но есть и полезные метрики, что было прочитано байт с диска 3,2 гигабайта, а количество байт из файловой системы 2,5 гигабайта. Кстати, интересно, что на этот раз с диска было прочитано больше, чем мы хотели. А почему? Ну, гипотеза, например, из-за того, что, во-первых, есть readahead, то есть операционная система, когда мы захотели прочитать мало данных, а она на всякий случай прочитала больше, вдруг пригодится. А во-вторых, с диска мы можем читать некоторыми минимальными секторами, типа 4 килобайта, если не выровняно, ну, или 512, в зависимости от того, как настроено, если не выровняно было, то немножко хвостиков лишних прочитается. Но тут, скорее всего, из-за readahead разница. А для второго запроса… Так, это у нас был первый запрос. Так, да, первый запрос. Ну, а для второго запроса эти метрики будут уже другими. И то, что запрос стал гораздо быстрее, четко видно по этим данным. То есть отличается, во-первых, readbytes, количество байт, которые реально прочитаны с диска. Было 2,5 гигабайта. Нет, даже 3 гигабайта стало, всего лишь 3 мегабайта. Я, кстати, не знаю, почему не 0, но это почти 0. Дальше метрика eowate 87 секунд. Тоже интересно. Вот запрос выполнялся 6 секунд, ну, почти 7 секунд, а eowate 87 секунд. Почему? Почему? Да, абсолютно верно, много тредов. Это считается на каждый тред. То есть каждый тред ждал, пока ему данные с диска дадут. И в сумме это получилось 87 секунд. Во второй раз мы вообще почти не ждали чего-то есть, но какие-то миллисекунды. Другая интересная метрика это CPU-weight. Это не то время, которое процессор использовался. Это то время, когда наш поток был готов, чтобы операционная система начала его выполнять на процессоре. но операционная система почему-то не давала ему выполняться, например, потому что было больше потоков. То есть голодание CPU. Но в данном примере процессор потоки не голодают по CPU. Все время, когда они готовы выполнять какие-то инструкции, они их будут выполнять и все нормально. И в качестве дополнений еще есть простые метрики. Это время, процессорное время потрачено в юзер-спейсе. Почти не отличаются, но во второй раз почему-то больше, и я не знаю почему. Ну и ладно. И процессорное время потрачено в ядре Linux. Если вы делаете системные вызовы и там внутри что-то сложное, то это все будет учтено. И при чтении с диска, естественно, тоже там тратится немножко процессора на всякие там вспомогательные операции. А теперь самое продвинутое, что у нас есть. Query Thread Log. С помощью него вы можете понять, на что тратил время каждый поток выполнения запроса. Я вот смотрю для моего запроса, выбираю по Query ID и выбираю метрику количества процессорного времени, потраченного в юзер-спейсе. И вот наши потоки. Хорошо. Вот наши потоки. 16 потоков было выделено для параллельной обработки запроса. Каждый из них потратил 800 миллисекунд. А потом еще 16 потоков было выделено для мерджинга состояния агрегатных функций и на каждый из них было потрачено четверть секунды. Так что, смотрите, теперь я могу точно понять, на что потратил время каждый запрос. Спасибо. Пожалуйста, есть время для нескольких вопросов. Вот там, далеко-далеко. А мы тебе дарим запись твоего выступления на кассете ВХС и похвальную грамоту. Класс. Это лучшая шутка за сегодня просто. Да. Алло. А, спасибо за микрофон. Я пришел на эту конференцию. Я первый раз слышу про кликхаус и хотелось мне задать такой вопрос. Больше связан, наверное, с структурой кликхаус. Кликхаус, как известно, есть индексы. Есть, наверное, да? А есть ли индексы по колонкам? А именно, вот я такой извращенец сделал таблицу, в которой 200 тысяч колонок. Вот как мне быстро обратиться, допустим, к 2544 колонке? Для начала все-таки 200 тысяч столбцов сделать не получится. Кликхаус не получится это сделать. А сколько получится? Где получится? А сколько получится? Сколько получится? Несколько сотен или несколько тысяч. Это нормально. В принципе, есть примеры, где десятка тысяч было столбцов, но это уже замедляет инсерты. То есть она не совсем колоночно-ориентированная база данных? Совсем. Совсем не колоночно-ориентированная. По-настоящему колоночно-ориентированная база данных как бы от мозга костей. Самая колоночно-ориентированная, которая только есть. А то, что вы имеете в виду, она называется по-другому. Бывают системы, которые называются как бы white column database, к нему относятся скажем, BigTable, HB из Кассандра. Суть в том, что они больше похожи на базу данных для полуструктурированных данных, когда столбцы, они динамически для каждой строчки могут быть разные. И там данные просто упорядочиваются по столбцам. А в кликхаусе все очень по-настоящему. Каждый столбец хранится отдельно в отдельном файле. И когда вы читаете, выполняете запрос, там нужно несколько столбцов, и только эти столбцы будут читаться. Хорошо, спасибо. Алексей, привет. Спасибо за отличный доклад. Я обещаю тебе тоже попробовать все, что ты показал. У меня к тебе есть такой вопрос к тому, о чем ты не рассказал. Скажи, пожалуйста, почему, когда мы в логах видим агрегатор слова или около того, кликхаус иногда перестает отвечать на запросы. То есть все текущие коннекты подвисают, новых он не принимает. Когда он выдает агрегейтинг. Да, мы имеем одну табличку, распределенную по некоторому количеству нод, и вот когда мы делаем к ней какие-то аналитические запросы, мы видим такую вещь на той ноде, где бежит какой-то запрос. При этом нет утилизации процессоров, мы ограничивали треды, то есть он бежит всего тредов, достаточно свободных процессоров, но тем не менее вот эта проблема остается. Тут возможно два варианта. Один вариант это память. Если памяти не хватает, то и она не ограничена, то все-таки процесс будет убит омкиллером. Но перед тем, как омкиллер убивает процесс, он еще может так немножко протормозить систему вообще целиком. То есть она залипнет на несколько секунд, а потом ваш процесс убьется. Если нету свопа. Если есть своп, то все, проще нажать reset. Нет, ничего этого не происходит, с памятью достаточно, омкиллер не приходит, но тем не менее вот при некоторых запросах… Еще несколько причин есть. Вторая причина очень интересная, это особенность работы с виртуальной памятью в ядре Linux, которую никак не могут исправить, потому что там фундаментальные причины. Это то, что когда требуется выделить больше памяти, то иногда требуется сбросить страницу из патч-кэша. А некоторые страницы из патч-кэша могут быть грязными, то есть требуют записи на диск. И вот программа выделяет немножко памяти, делает page-fold, и в этот момент операционная система может зависнуть на минуту и целую минуту сбрасывать данные с диска. Если операционная система не висит, можно рядом какой-нибудь простенький веб-сервер повесить, он будет слушать спокойно свой порт и будет на него отвечать, а клик-хаус не будет? Конечно, я мог бы еще предположить, что может быть особенность по использованию сети. Но в этом случае вы это заметите сразу, у вас SSH-сессия, в которой вы ездите, вы там нажмете пробел, и у вас через секунду курсор сдвинется. Но у меня все гипотезы закончились, так что ответ будет не знаю. Хорошо, я к вам еще подойду. Алексей, спасибо за доклад большое. У меня есть вопрос, но он на самом деле не мой, но мне его задавали про клик-хаус, и мне показалось, что это очень хороший вопрос, поскольку вы описали очень много на самом деле нестандартных настроек, которые нужно проводить в линуксе, чтобы клик-хаус работал оптимально. Плюс у вас, я слышал, есть еще ядро свое, не было ли, ну в смысле у Яндекса, не у вас лично. Не было ли у вас мысли сделать дистрибутив линукса, который был бы заточен под клик-хаус, или какой-нибудь, не знаю, пакет поставить, который выставит правильное значение по умолчанию, чтобы, грубо говоря, можно было там админам дать, сказать, вот чуваки, поставьте вот этот пакет, и все будет, ну и там, не знаю, пересетапьте сервер, и все будет работать с хорошей производительностью, максимальной, которая рекомендована лучшими собаководами. Спасибо. Тут сразу несколько вопросов. Первый вопрос, во-первых, есть ли в Яндексе свое ядро? Ну на самом деле оно есть, там действительно патчи делаются, правда сейчас свежая версия этого ядра недоступна, так что можно считать, что снаружи его нет. Второе, это не собираемся ли мы делать свой дистрибутив линукса, или даже патчить ядро специально под клик-хаус. Честно говоря, до того, как у нас клик-хаус был в опен-сорсе, я об этом даже подумывал, но не сейчас. Сейчас нет. Сейчас принцип, что клик-хаус должен работать на любом линуксе. Он даже работает не только на линуксе. И лучше такого избежать, потому что если начать с этим возиться, то потом проблем не огребешь. И третий вопрос, это сделать какой-нибудь такой селф-драйвинг скрипт, чтобы вы его запустили на своей машине, он посмотрел все устройства, которые у вас есть, померил их, и выставил оптимальные настройки. Пока нет. Мы к этому только собираемся идти. Сейчас у нас даже такая глупость, что скажем, max memory usage по умолчанию 10 гигабайт. Я запускаю клик-хаус на своем ноутбуке, и там, ну сейчас 16 гигабайт, а до этого у меня был старый, там 4 гигабайта. И даже эта настройка не меняется. Спрашивается, почему клик-хаус не может при старте сказать, у вас 4 гигабайта памяти, я уменьшаю настройку max memory usage до 3 гигабайт. Такого даже еще нет, и, честно говоря, не знаю, когда будет. Спасибо за доклад. Просто такое. У вас очень классно сделана новопоточность. Вот скажите, какие основные вещи вы используете, и как вы профилируете эффективность новопоточности? То есть у вас очень много распараллеливаний, там есть данные, передача данных с потоков в поток, данные, которые используют, как вы смотрите на эффективность этой организации? Честно говоря, тут все сложно, но начинается все с того, что я просто смотрю, а насколько все распараллеливается, когда я увеличиваю количество потоков. И если оно сильно отличается от линейного масштабирования, при увеличении количества потоков до физических ядер, я смотрю, почему. И обычно там никаких сюрпризов нет, а просто какая-то часть распараллеливается, а какая-то часть мы ее не можем распараллелить. И приходится перепродумывать алгоритм. Есть даже такие самые важные вещи, которые были сделаны еще давно, это в агрегации, что мы не только агрегируем данные параллельно во всех потоках, потом мы когда мерзжим эти состояния, мы тоже это делаем параллельно. Ну а оценки есть какие-то, что такое хорошо, что такое плохо при мерзженке данных при параллельной работе? Да, и это видно уже даже если просто запустить топ. Самый простой инструмент. Я запускаю топ и запускаю запросы, там на сервере 32 ядра, 16 физических, я вижу сначала 1600 написано, все прекрасно. А потом вдруг там написано 100%, это длится еще там минуту. И я понял, что вот это вот место, оно не оптимизировано. Я запускаю перв в топ и вижу, что делается именно в эти моменты времени. Или я делаю ГДБ, thread apply all backtrace. Тоже все очень четко видно. Так, хорошо. Еще такой вопрос. У вас есть векторное, исполнение векторных инструкций. Насколько это вносит вклад в ваше ускорение? Это колоссальный вклад вносит. Все системы, которые работают хоть немножко похожи эффективно на то, как работает clickhouse, пусть даже не так быстро, но в два раза медленнее. Допустим, vectorwise есть система или там KDB есть. Все они используют векторное вычисление. Это просто то, что должно быть в быстрой аналитической базе данных. Ясно. Вы как-то на них смотрите, правильно они работают или нет. Инструментарий есть для этого? Естественно, поначалу просто посмотреть инструкции в том же первтопе. Если это будет векторизовать компилятор, я посмотрю этот внутренний цикл, захожу, действительно, если есть там инструкции SSE, значит, еще более-менее нормально. И не слишком ли они по-дурацки выглядят, потому что компилятор, он не всегда векторизует данные параллельно. Там может быть алиасинг аргументов или так называемый луп пилинг, когда нужно начало цикла выделить, что-нибудь выровнять и все такое. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо, друзья. А аплодисменты. А книгу мы подарили человеку, которому ты сказал «не знаю». Вот. Уже подарили. Уже подарили. Да, потому что когда ответ «не знаю», мы дарим книгу. А, понятно. А вот там был еще… Знаешь, как бывает алгоритм, это выбрал за тебя. А, хорошо. Знаешь, бывает так в индекс-такси, ты ходишь на хорошей машине, а она тебе оп. Спасибо тебе большое. Было здорово. Прости. А есть еще одна книга? Кому ты хотел подарить? Нет, нет, все нормально. У нас есть еще одна. Я хотел дать книгу тому человеку, который в самом начале доклада сказал, что кэш-промахи – загрузка данных из памяти. Ушел? Ушел. А так часто бывает. Ну ладно, тогда не надо. Ты уже ушел, а машинка приехала. Не надо тогда никакого приза. Ну, видишь, какой приз. Все, только обнимашки. А, нет, давайте еще. Вот человеку, вот вы, из ВКонтактика. Почему? Потому что они просто используют кликхаус. И на больших масштабах. Вот вообще огонь. Субтитры создавал DimaTorzok.